Мы подходим к Дворцовому мосту. Наплавной деревянный мост появился на этом месте в середине 19 века, а нынешний, постоянный, был его постройку в 1916 году. Этот скромный, невысокий мост кактично вписывается в сложившийся за много лет до него уникальный архитектурный ансамбль Дворцовой набережной и стрелки Васильевского острова. Музей Антропологии и Эфнографии имени Петра Великого. Всесторонний энциклопедический ум. В одном лице физик, химик, астроном, историк и добавок поэт. Дальше справа желтого цвета сделан Лапановского. Скульптора Петров и свершенников. Поставлен в 1986 году. 275-летие со дня рождения великого русского ученого. Дальше справа с фасадом белого и темно-красного цветов здание 12 коллегий. Постройка начала 18 века архитектора Трезини. Коллегиями назывались учреждения, созданные Петром I для управления различными сторонами жизни государства. Были коллегии военная, морская, юстиция, горная, коммерция, иностранных дел и другие. И все они располагались здесь, под одной крышей, в этом доме, который коротким фасадом выходит в Неве, а длинным тянется далеко вглубь острова. В начале 19 века бывшее здание 12 коллегий было передано Петербургскому университету. Сделяется высокий дворец с фасадом светло-коричневого цвета и крутой темно-серой крышей. Это дворец князя Александра Даниловича Мельщикова, построенный в 1700-е годы архитектором фонтана. Мельщиков был первым губернатором Петербурга, ближайшим соратником Петра Великого, военачальником и государственным деятелем. Его дворец стал самым богатым и вышлем в Петербурге Петровской эпохи. В 1730-е годы в бывшем уже Мельщиковском дворце был открыт сухопутный шмитетский-кадетский корпус. Сделал офицеров для русской армии. Одно время, в конце 18 века, должность директора корпуса занимал будущий победитель Наполеона Михаил Илларионович Кутузов. Вместо улиц были прорывы каналы. Но это был не лучший вариант, потому что они, во-первых, замерзают зимой, во-вторых, получились слишком узкими, мелкими, быстро засорялись. Через 100 лет каналы были засыпаны. Их вместе обрабованы улицы. Ровные, прямые, параллельные друг друга, они называются линиями и различаются по номерам. Справа от нас Румянцевский сад, в центре которого сейчас будет зимна колонка Абелис в честь фельдмаршала Петра Александровича Румянцева. Румянцева победа. Дальше справа, бело-розового цвета, здание Академии художеств. Постройка архитекторы Кокорин и Валет-де-Ламон. Как мы ее называли, Академия Кокорин. 1830-е годы, архитектор Константин Тот установил на набережной у Академии, где-то будет воздумать визит из Финксов. Им уже более 3000 лет, а не помнят фараонов. А с момента появления здесь, успели стать одним из символов Петербурга. Перед нами первый постоянный мост через Неву. Руководством военного инженера Станислава Керкельца. Строительство первого постоянного моста через такую широкую, бурную реку, как Неву, было сделано настолько сложным, серьезным и ответственным, что в народе ходили разговоры, будто бы за каждую восхитетную мост. Закончил с членом Венера Майора. Художник Александр Крылов утопил ограду с изображением морских коньков и виски простения Аканта. Первое название, Благовещенск, оно было по ближайшей церкви. А вот если раз менялась, то он, наверное, был из первого начального варианта. Впереди и справа от нас на Ангелийской набережной. Это построитель от отца 18-го туалета архитектора Кваревки, коллегия иностранных дел. В 1817 году Александр Сергеевич Пушкин, огоньчий лицей, поскользил суда на службе, сегровый тормоз. Сейчас. По сдавок купцы, предприниматели, судостроители, корабельные мастера. На середине 19-го метра. Сдавный день, на металл-макинут, варги, сряс, винтересовая дистанция. Кроме того, с 1830-го пункта, кулаху, где-то было insgesamt 6-дик. Сам из самых красивых бесчастных, но за кадром, варга 30-ти санкетный шлифт. Таким, да и не обязательно, пожалуйста, я сойду. Ясно, как раз, я не знаю. Ясно, какой-то из философии, ясно, ясно, ясно. Продолжение следует...